Тяжелый день для Запада Тяжелый день для Запада Тяжелый день для Запада Но одно и больше дело не заканчивается Шольц, Макрон и Туск Вот так вот они встретятся, чтобы устранить разногласия по Украине Европейские лидеры готовятся к тому, что проект войны с Россией до победного конца Ну, во-первых, проект очевидный Действительно, победный конец будет, мы всегда побеждаем Только не ясно, зачем эти трое собираются, чтобы что обсудить? Куда бежать, что ли? Зачем вам бежать? Вас ждет комфортное жилье в бараке на Колыме Вам не надо никуда бежать Вам не надо будет думать ни о варежках, ни о валенках, ни о тулупах Вам не дают три раза в день еда Замечательная русская каша Вы овладеете русским языком во всех его вариациях Так что все хорошо Все хорошо А вот Трамп-то как вернется, куда они все побегут? Ну, вот вернется Трамп, и что делать будут? Я, как и каждый здесь присутствующий, но мы наблюдаем и смотрели интервью Владимира Владимировича Ну, с 99-го года, да? То есть, прямо еще, когда он только появился, тогда премьером Российской Федерации Прозвучали вещи-то, которые, конечно, полностью меняют расклад сил Вы, конечно, извините, но когда Западу дается такая оценка Ну, послушайте сами В западных элитах В западных элитах Очень сильно желание заморозить существующее положение Несправедливое положение вещей в международных делах Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается Ну, в принципе, это уже не коллеги Это уже не партнера по переговорам Это совсем другая оценка Исключающая возможность Ну, в доверительных отношениях И, конечно, вот тоже в эту интонацию, в эту тональность Притом, такого Путин не говорил никогда Вот просто никогда Ну и, конечно, вопрос о том, верим ли мы кому-то Тоже я такого ответа не припомню Американцы, они отчеканили себе медали в 90-е годы За победу в Холодной войне И с тех пор все эти десятилетия были десятилетиями большой лжи Как можно вообще надеяться на то, что они пойдут И вот наконец-то заключат с нами честный договор Который они будут выполнять, да еще с гарантиями для нас Но я не знаю, как с ними быть вообще Вот как Неужели вы действительно верите, что такое возможно? Я не хочется этого говорить, но я никому не верю И я не припомню то, что никому не верим Не припомню Виталий Тавич Ну, балл вампиров Я думаю, что у него эта метафора окончательно сформулировалась Сформировалась в голове из разговоров с лидерами арабских стран Африканских стран, азиатских стран, латиноамериканских стран Я слушал в воскресенье вашу дискуссию Где Колен Георгиевич Шрикназаров Очень правильно И, по-моему, один из немногих сказал что-то Вопрос А зачем, собственно, Швеция и Финляндия туда вступают? Он сказал, что вступают в надежде, что Когда Россию победят и будут делить То им достанется по куску соответствующему Я совершенно с этим согласен Что это вот присутствует цель Не опоздать к разделу этого пирога Но все-таки там сидят люди, которые не могут не рассматривать и второй вариант А если побеждает Россия Тогда что? Вот об этом Шрикназаров не говорил Софин выйдет и скажет Трудненькие, мы вас так сдали Вот Совершенно верно Все равно присутствует И в народах этих стран И в элитах этих стран Представления Они об этом не говорят Россия благородная Она все равно простит Она нас простит И вспомнит, что Финляндия Через Финляндию С Европой Со всеми Каталистиками Да, скажут Вот мы и памятник Николаю Второму И Владимиру Ильичу сохранили У нас все есть, скажите Я совершенно уверен, что они в это верят И немцы верят, что Россия их просит А эти тем более верят Ну, мне бы не хотелось Чтобы прощал Прощал, да Предлагаете Ну, я предлагаю такое Избирательное Децимацию не нужно проводить Добряк Выставить все эти сканы Децимацию, это когда каждому десятому голову сплеть Может быть, жребия бросить Вот С кем За что люблю русских интеллигентов Монистов Да, за гуманизм За звучащий гуманизм Я хочу увидеть, как они будут наказаны Но не так, чтобы всем все простить О чем до сих пор мечтают некоторые у нас здесь внутри в Москве Очень тяжело жить Не будучи раз в год в Париже Раз в год на Воззорном берегу Да и нам тяжело, в общем-то Да, а что тяжело Но мы крепимся Можно, например, пойти моим путем? Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас Это вы к кому обращаетесь? К тем, которые готовы идти моим путем Потому что, по-моему, все остальные страны уже вели против меня санкции